Ну что, всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о майском жуке, точнее о майских жуках. Итак, майский жук, он же хрущ, это насекомое отряда жестокрылых семейства пластинчатоусых подсемейства хрущи, рода майские жуки. Всего в роду насчитывается 25 видов. Все разновидности отличаются крупными размерами, достигая 3,5 см в длину. Распространены по всей Евразии. Туловище имеет овальную форму, черную или буро-коричневую краску. Крепкий хитиновый панцирь насекомого покрыт мелкими, но густыми, без жесткими волосками, которые можно быстро разглядеть. Разные особи покрыты волосками в разной степени. У нас встречаются восточный майский жук, западный майский жук и ионский нехрущ. Главной отличительной особенностью хрущей являются пегидий хитиновый выступ на конце брыжка, который представляет собой удлиненный отросток треугольной или притупленной формы, наклонный или отвесный. Вот на видео его хорошо видно. Пегидий самцов хорошо развит, у самок он выражен гораздо слабее. Большинство видов проявляет активность в сумерках, до полуночи. Западные майские жуки летают и в утренние часы, перед рассветом. По ночам они привлекают искусственное освещение. Найменьшую активность майские хрущи проявляют во время кормежки, а питаются насекомые после полуночи или днем. Зачастую по деревьям, где массово собираются жуки, можно заметить большое количество английского листьев и экстрементов. Период размножения майских жуков приходится на конец мая, начало июня. Ну, соответственно, название отсюда и пошло. После спаривания самка закапывается в землю и откладывает 20-30 яиц. Затем она снова интенсивно кормится, спаривается, раскапывает почву и делает очередную кладку. Каждая самка откладывает яйца 3-4 раза, после чего погибает. Общее количество яиц составляет от 50 до 70 штук. Глубина кладки достигает 20-30 сантиметров. Яйца майского жука серо-белого цвета диаметром от 1,5 до 2,5 миллиметров. Спустя 30-40 дней из яиц выходят личинки майского жука. Личинки, другое название бороздянки, обладают толстым изогнутым белым туловищем с тремя парами конечностей и большой круглой головой желтого или кирпичного цвета. На голове личинки расположены крепкие сильные мандибулы. Тело личинки майского жука подкрывают редкие волоски. Следующие 3 года личинка майского жука развивается в земле и там же зимовый. На зимовку она зарывается в землю приблизительно на глубину 1,5 метра, а весной, примерно в апреле, поднимается выше верхние слои почвы. Первый год жизни она питается перегноем и нежными корешками трав. На второе лето начинает поедать более толстые корни растений. Во время кормежки за сутки личинка может проползти до 30 сантиметров. Осенью, примерно в октябре, личинка майского жука снова мигрирует в нижние слои почвы на очередную зимовку. Последнюю зимовку насекомое пребывает в почве. Из почвы майские жуки вылетают в конце апреля-начале мая. Они прорывают тоннель в земле и выбираются наружу. Восточные майские жуки вылетают из своего подземного убежища на 10-15 дней раньше западных. Самки выбираются из-под земли на 7-10 дней позже самцов. В этот период жуки интенсивно занимаются поиском пропитания, поедают листья, почки, побеги деревьев, кустов, в чем наносят существенный ущерб лесам и сельскохозяйственным посадкам. Естественными врагами майских жуков являются животные и птицы, которые питаются насекомыми и их личинками. Ну, а вот тут и вот ячерицы жрет. Теперь интересные факты об этом насекомым. Интересной особенностью майских жуков считается тот факт, что летают насекомые вопреки всем законам аэродинамики. У этих жуков слишком маленький коэффициент подъемной силы. По мнению специалистов, летать они вообще не должны. Но, несмотря на мнение специалистов, майский жук может за сутки пролететь 20 км. Его максимальная скорость составляет при этом 3,5 м в секунде. В полете майский жук делает 46 замаков крыльями в секунду. До третьего объема тела жука перед полетом составляет воздух. Чтобы взлететь, насекомое нагнетает его в специальные воздушные мешки для уменьшения удельного веса своего тела, а также для компенсации механических давлений, возникающих во время полета. Интересно, что окрас может варьироваться в зависимости от среды обитания. Оттенки красного цвета встречаются в местах слабо затененных, в темных местах цвет майского жука становится черным. Майский жук на редкость целеустремленное насекомое. Избить его с толку практически невозможно. Наметив свою цель в определенную возвышенность, жук будет лететь в заданном направлении, несмотря ни на что. Жука можно поймать и выпустить в другом месте, попытаться дезориентировать химическим или физическим методом, но очутившись на воле, майский жук все равно вернется к заданному курсу и достигнет своей цели. Обладая исключительным аппетитом, личинка майского хруща третьего года жизни способна за сутки полностью уничтожить корешки двухлетней сосны. Во всемирно известной сказке Андерсона «Дюймовочка» майский жук выступает одним из претендентов на руку и сердце главной героини. Майский жук чрезвычайно опасен для стран Северной Америки. Там у него нет природных врагов. За несколько десятков лет личинки жука могут уничтожить весь урожай на континенте, с чего следует, что майский жук – строго карантинное животное Северной Америки. Насекомые могут запоминать местности, выделяющиеся предметы на ней, это схоже с поведением пчел и ось. Оказывается, что лучи дневного спектра с длиной волны 477 мм подавляют летную активность жуков, и они осиживаются на поверхности почвы или в кронах деревьев. Ультрафиолетовые и фиолетовые лучи с длиной волны менее 440 мм стимулируют активность жуков. Это бывает после захода солнца в сумерках, когда свет рассеивается небом. Томологи установили, что личинки майского жука находят путь к корешкам растений в почве, ориентируясь по чуть повышенной концентрации углекислоты, отделяемой этими корешками. В опытах личинки старательно долбили землю в том направлении, куда была впрыснута углекислота. Курьезный факт. В 1479 году в Швейцарии состоялся судебный процесс по делу майских жуков. Суд постановил удалиться жукам с территории страны. Но, соответственно, жуки не послушались. Пришлось епископу Лозаннскому произнести пламенную речь. Глупые неразумные твари. Личинок майских жуков не было в новом Камчеге. Во время всемилостивейшего Господа повелеваю вам удалиться со всех тех мест, где растет пища для людей и скота. Ну, соответственно, со стороны жуков опять не последовало никакой реакции. А епископу пришлось сделать заявление, что жуки были посланы Богом в наказании за грехи людские. Когда насекомое спокойно не летает, а сидит, оно всегда располагает свое тело по направлению с севера на юг, или с запада на восток. Видимо, у него внутри спрятан природный компас. Майских жуков с удовольствием поедают кошки и собаки. Для них он является превосходным источником белка. Ранее популяцию майских жуков удавалось сдерживать, а кое-где и вовсе истребить, с помощью пестицидов. Но с 80-х годов прошлого века их численность стала расти из-за запрета на некоторые виды сельскохозяйственных ядохимикатов. Провали бороться с жуком и радиоактивностью. В опытах за 16 суток хрущи получили дозу радиации в 8 тысяч раз больше, чем допустимо для человека. Ветви деревьев, на которых кормились насекомые, отмерли. Жуки стали бесплодными, но остались вполне живыми. Причем облучение даже слегка сбодрило их. Увеличилась активность, снизилась смертность. Правда, аппетит остался прежним. Четырех-пятигодичный цикл развития майских жуков проявляется в периодичности нашествия насекомых. В летные годы они тучами выползают из почвы, буквально гроздями висят на деревьях. После очередных четырех-пяти лет затишин на бегах ручей повторяются. Кстати, не жрет этот жук ясень, а западный майский жук отказывается еще и от сирени. Единственная польза от майских жуков, а вернее от их личинок, они отлично подходят для наживки на рыбалке. Такой вот еще один курьезный факт. К сожалению, уже не жилой поселок существовал в Брасовском районе Брянской области. И назывался он просто майский жук. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok